Я рад сообщить вам о том, что начинается мой новый проект, проект 2024, который связан опять-таки с морем, с Иссыкулем, я его называю уважительно и любя морем, несмотря на то, что это все-таки озеро, да, Де Юра. Вот связан этот проект с экстремальными, скажем так, моментами, и чем он закончится, сейчас, наверное, никто сказать однозначно не сможет. Вы, если наблюдали за моим предыдущим проектом, когда я в 2023 году ходил на лодке вдоль побережья от Челпанаты до мыса Хараойского и обратно, потом, значит, я на весельной лодке переплыл из Сыкуль в районе Тароя Агыра. Вы, наверное, в курсе дела, да? Было очень много эмоций, было очень много размышлений, сомнений, споров, но, тем не менее, я это осуществил. И, знаете, после того, когда это все закончилось, я понял, что остановиться на этом просто невозможно. Новая идея, она как бы родилась сама собой, как бы автоматически. То есть, я решил, что самое лучшее, это если я смогу повысить вот эту вот планку, увеличить ее, ну, как минимум в два раза. Сначала были просто такие неопределенные мысли на этот счет, потом они начали формироваться в какую-то идею, в какой-то план, который начал прорабатываться, который начал просчитываться мною. И вот сейчас я готов и рад сообщить вам о некоторых деталях. Прежде всего, для тех, кому не безразличны подобного рода мероприятия, путешествия и проекты, скажем так. В общем, 2024 год, вы уже в курсе дела, что первый этап этого проекта мною был осуществлен. Я вышел на лодке ночью в море, в восточную Челпанатинскую бухту, прошел ее, значит, там больше двух километров, около трех километров отработал я электрическую составляющую своей лодки. И, в общем-то, нареканий у меня никаких не возникло. Вот впереди еще два, так сказать, два этапа проекта. В прошлый раз, когда я переплывал из Сыкуль в районе Таро-Ягыра на тот берег, на Южный, там у меня было где-то около 14 километров, то сейчас я ставлю цель преодолеть 28 километров. Это, опять-таки, повторюсь, 15 морских миль. Вот, 28 километров преодолеть вдоль берега. То есть, опять-таки, это будет учебно-тренировочный поход из Челпанаты до Чоктала в ночное время суток. То есть, планирую приблизительно за полчаса до захода солнца отойти от берега в районе Челпанаты. И, в общем-то, где-то в районе 14 часов будет длиться мой поход. То есть, всю ночь. И предполагаю, что где-то утром уже, когда рассветет, я подойду к району Чоктала. Там место, в общем-то, я разведал на берегу, где можно будет причалить. И, кстати, об этом я вам рассказывал в одном из своих предыдущих видеовыпусков. Вот, значит, в одиночку, без сопровождения, без спасателей. И таким образом я смогу, значит, прочувствовать, насколько тяжело это будет в физическом и в моральном плане. Но берег будет недалеко. Максимальное удаление от берега будет до 2 километров. Это не очень много. То есть, я буду идти в пределах огней населенных пунктов на берегу сел. Да, и, значит, в общем-то, это будет все в непосредственной близости от берега. Но, опять-таки, повторюсь, всю ночь в море это 14 часов на веслах в одиночку. Ну, я думаю, что это более чем серьезно, в общем-то. И как покажет в этом походе мой организм, мои физические и моральные силы, я сказать. Не могу. Поход вдоль берега, вдоль берега, это второй этап проекта. Я планирую на конец мая, тогда, когда будет полнолуние. Мне хотелось бы, чтобы мне освещал луна, путь. Это очень красиво, это очень заманчиво. В конце августа я постараюсь осуществить основной этап своего нового проекта. Это будет, наверное, как мне кажется, что-то немыслимое, что-то незабываемое, но очень и очень опасное. Это я тоже отдаю себе отчет. Я понимаю, что это, ребята, это настоящая игра со смертью, несмотря на то, как ты подготовлен хорошо, какая бы у тебя не была хорошая экипировка, как бы ты морально и физически не был подготовлен, это игра со смертью. Это опасно. Но я отдаю себе отчет в этом. Я понимаю это, но, тем не менее, отказаться от подобного проекта я уже не могу. То есть я уже настолько сильно вошел в этот проект, сильно с головой, как говорится, что отказаться от этого уже нет возможности по внутренним каким-то убеждениям и мыслям. Ребята, основной проект это пересечь Сыкуль в районе Кешкёля, то есть отойти оттуда, с северного берега и пересечь Сыкуль и финишировать в районе Акти-река. Опять-таки, приблизительно на это, как я полагаю, уйдет около 14 часов. Расстояние 28 километров, это 15 морских миль. Это будет открытое море, это будет невероятное удаление от каких-либо берегов. И опять-таки, это произойдет именно ночью. Вот пока об этом, честно говоря, даже думать страшно, но я чувствую, что я готов попробовать. Один в лодке ночью далеко от берегов, что от северного, что от южного. При лунном освещении, об этом, когда начинаешь думать, это тебя настолько сильно захватывает, ты настолько сильно с головой уходишь во все это, со своим сознанием, в это уходишь настолько глубоко, что идет какая-то даже мелкая дрожь по телу. Но я думаю, что если я очень хорошо подготовлюсь и максимально, насколько это будет возможно, просчитаю все риски и погодные условия на маршруте, то я думаю, что у меня все получится. Если резюмировать, значит, в конце мая учебно-тренировочный поход из Чопанаты в район Чоктава, это 14 часов максимального удаления от берега до 2 километров, расстояние 28 километров от точки старта до точки финиша. В конце августа я планирую пересечь Иссыкуль из района Кёшкёль до южного берега в районе Актирека. То же самое расстояние 28 километров 15 морских миль и, естественно, в ночное время суток старт. Как в первом случае, так и во втором планирую совершить приблизительно за полчаса, может быть, за час, за полчаса до захода солнца. Ну и завершить этот поход, как тот, так и другой, уже утром следующего дня. Пожелайте мне удачи. Если будут какие-то вопросы, если вы хотели бы услышать от меня какие-то развернутые информацию на тот или иной момент моего проекта, можете писать мне. Я с удовольствием с вами, так сказать, пообщаюсь, подискутирую. Спасибо за внимание. Поддержите меня. Я буду рад вашей поддержке. И будьте со мной. Будет интересно и будет очень экстремально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok